Всем привет! Вы сейчас видите перед собой посылку, которая не умещается в кадр. Сейчас я ее вскрою, разложу все на столе и тогда вы увидите, что это. Упаковано все очень хорошо, поэтому распаковка занимает достаточное количество времени. Но доехало все так отлично, именно благодаря тому, что хорошая упаковка. И вот он перед нами, долгожданный набор. Я вам не рассказывала, заказала его уже давно, но не стала раньше времени вам говорить в трансляции, что ко мне едет вот такой наборчик, который называется Леопард. Это набор от дизайнера Александры Токаревой. Я вам оставлю ссылочку в описании под видео на сайт, где можно посмотреть все схемы Александры Токаревой. Там очень большой выбор. Если честно, у меня глаз упал на павлинов. Ну, я же люблю, да, такие сюжеты. И у меня была дилемма, что выбрать, павлина или вот этого леопарда. Но тут подошел Тимур и говорит, какой классный леопард. Посмотрите, он просто как живой. Но если Тимур обратил внимание на этого леопарда, я же не могу его не вышить. Вообще Тимур не обращает внимания на мои вышивки. Ему абсолютно все равно, что я вышиваю. Но вот этот леопард ему очень понравился. Сейчас вскроем и посмотрим, какая комплектация этого набора. Вес посылочки 2,4 кг. Упаковка внушительная. Читаем описание. Описание на трех языках. Производитель И.П. Токарева. В состав набора входит схема черно-белая. Информационная страница. Так, фото. Бисер пресиоза. Конва 14. Ну, в общем, сейчас вкроем, все посмотрим. Гарантия срок хранения 5 лет. Дата производства указана на упаковке. Хранить. Вот, кстати, условия хранения. Хранить в недоступном для детей месте при температуре до плюс 30 без попадания прямых солнечных лучей. И влажности не выше 80%. Кстати, да, я тоже хотела с вами поговорить на тему, как хранить наборы. У нас же большие уже запасы, да. Вот, как-нибудь нужно в трансляции эту тему обговорить. Но основные правила, конечно же, существуют. Пока буду открывать, расскажу. Помещение, конечно же, не должно быть очень влажным. Иначе нитки будут гнить. И не должен попадать свет на бисер. Иначе золотистый бисер может потускнеть. Ну, и также нитки могут выгореть. Вот такой огроменный набор. Сколько много всего. О, какое количество черного бисера. Я уже сразу вижу. Давайте начнем со схемы. Потом я разложу бисер и посмотрим бисер. Вообще, по картинам Александры Токаревой проходит конкурс. И мне хотелось бы тоже участвовать в этом конкурсе. Я также ссылочку вам оставлю, где проходит конкурс. Если у вас есть наборы от Александры Токаревой, то вы можете тоже принять участие. Я, правда, сейчас меньше вышиваю, чем в прошлые два года. И я не претендую, конечно же, на победу в этом конкурсе. Но все-таки с таким грандиозным масштабным проектом хочется где-то поучаствовать. Так, что мы видим? Здесь фотография бисера. Номера идут. Описание цвета. И также номер бисера пресиоза. Размер схемы 280 на 375 стежков. Конва 14 бисер пресиоза. Номер 10. Это номер бисера. 36 цветов. Размер готовой работы 51 на 69. Кстати, у Александры Токаревой там такие сюжеты с таким огромным количеством цветов. Я все-таки выбирала поменьше. Хоть я и люблю, когда очень цветные нитки, много цветов, но раскладывать большое количество бисера мне пока что страшно. Я хочу начать вот хотя бы с 36 цветов, а уж потом замахиваться на большее количество. У меня, конечно же, возникнут далее вопросы с организацией моего процесса, потому что вы знаете, у меня собака, которой со мной рядом всегда и две кошки. И очень сложно где-то мне расположиться с таким количеством бисера. Конечно же, я в следующих видео буду показывать и рассказывать, как я справилась с этой задачей. Мне самой будет интересно. Но все-таки 60 цветов, 65 меня бы пугали. А как-то 36 все-таки нормально. Так, далее, далее. Описание, инструкция по вышиванию. Все показано, как вышивать. Вот, кстати, многие новички спрашивают, как пришивать бисеринки. Я обязательно сниму вам такое видео. Но вот видите, здесь в наборе подробные инструкции, как вышивать, даже как закреплять нить. В общем, все указано. В этом плане очень-очень удобно. Так, здесь информация о конкурсе. Информация о конкурсе, как раз где можно принять участие. Еще раз напоминаю, ссылочки оставлю в инфобоксе. Можете перейти, всю подробную информацию посмотреть. А, вот такой вот красавец. Какой же он красивый. Я еще не вышивала вот такими вот пятнами. Я понимаю, что это очень сложно. Что это для некоторых может быть очень нудно. Но результат, посмотрите, какой результат. Но все-таки хочу попробовать замахнуться на такой большой масштаб. Алинка у меня вышивала. Алинка вышивала у меня большую сову. Там были сплошь и рядом перья одинакового цвета. А я пока еще не вышивала. В общем, для меня будет это хорошей проверкой. Какая я вышивальщица, да? Так, далее. Далее. Так, это что такое? Что-то интересное. О, календарики. Это календарики на 19-й год. Такие вот календарики в подарок. Спасибо большое. Так, схемка. Схемка. Так, что я уже вижу? Я уже вижу, что это мой любимый формат схемы. В предыдущем видео я уже показывала там схемы от черивна мыть. Какие они яркие, глянцевые и на большом листе, да, глянцевом. Это отдельные листы А4. Листы обычные. Бумага обычная. Ненавижу глянцевую бумагу. В общем, вот здесь я в полном восторге. Это то, что нужно. Вот то, что нужно. Если кому-то нужен большой лист, то можно склеить. Можно склеить. Но мне не нужен большой лист. Я именно люблю формат А4. Отлично. Я обычно сканирую и распечатываю себе схему вот на таких листах А4. Здесь ничего сканировать, ничего распечатывать мне не нужно. В общем, все буду брать и вышивать. Вот так же разметка есть. Я еще нумерую вот здесь квадратики. 1, 2, 3, 4. Но это мне для удобства. И смотрите, на что я сразу обратила внимание. Видите, какое огромное поле. Это все зашивается черным бисером. Как раз вот эти фрагменты я смогу вышивать, пока с вами общаюсь в трансляции. Потому что, когда я сижу в трансляции, я путаюсь. Я не могу в это время вышивать. А здесь, посмотрите, как классно. Я смогу начать этот набор как раз с вами в трансляции. То есть, я буду совмещать полезное с приятным. Буду и с вами общаться, и в то же время вышивать. Нравится мне размер. То есть, схема не мелкая. Я люблю достаточно крупные схемы. Несмотря на то, что я в очках, все равно хочется крупную. У меня вот такую схему. В общем, что по схеме, все меня устраивает. Вообще, ни одного нарекания по схеме у меня нет. Бисер. Очень хотелось мне разложить бисер вот так ровненько, аккуратненько. Но как раз мне захотелось, чтобы вы увидели эту гору. То есть, вот так и видно масштабы этой работы. Посмотрите, какой мешок, ребята. Посмотрите, какой мешок черного бисера. Если честно, меня уже это пугает. Я не ожидала, что тут такое количество этого бисера. Но ничего, мы не ищем легких путей. Трудностей мы не боимся. Мы со всем справимся. Так, еще вот такие пакетики. Это тот же самый черный бисер. Вон еще сколько. Вот еще черный. Вот еще этот цвет 23980. Еще черный, еще черный. В общем, вот так вот здорово. И посмотрите, вот такой цвет золота. Ой, как классно. Черный с золотом, ребята. Смотрите. Смотрите, черный с золотом. Обалдеть. Вот такой еще серебристый. Сиреневый с серебром. Серый. Немножечко розового. Ну, розовый это носик. Вот тут я понимаю золото. Когда-то, давным-давно, я пыталась составить схему. У меня была мордочка леопарда. И я покупала даже бисер. Там было у меня тоже много золотого. Но у меня ничего не получилось. Я забросила этот набор. Ну, и вот теперь мне предоставилась такая возможность. Прошло три года, да, и я теперь буду вышивать вот такой огромный набор. Когда-то пыталась что-то сама придумать. Не решалась на такие наборы. Но вот пришло время мне вышить вот такой вот набор. Очень меня волновал вопрос, какими нитками будет пришиваться черный бисер. Но, конечно же, белыми. Нитки подбираются под цвет основы. Основа здесь белая. И, кстати, если бы основа была черная, то я бы вряд ли рискнула вышивать этот набор. Я не люблю вышивать на черной канве. Основным критерием для меня была канва. Чтобы основа была белого цвета. У меня сложности с вышивкой на основе. Я до этого вышивала только на наборы с бисером, где принт нанесен на основу. И буду первый раз пытаться вышивать на канве. Но я до этого уже пробовала. Но у меня ничего не получалось. Я сбивалась. Но сбивалась я потому, что была очень плотная аида. И бисеринки толкались. Вот здесь я вижу основа не плотная. Основа тонкая. И дырочки достаточно крупные. А я думаю, что вот на такой канве будет вышивать гораздо легче, чем на той, на которой вышивала я. Я думаю, здесь у меня все получится. Вот такой маркер в комплекте идет. Исчезает на воздухе. Это не водорастворимый маркер. Если водорастворимый, то здесь написано ватер. А здесь вот айр написано. Надеюсь, правильно я прочитала. Но он исчезает. То есть мы с вами чертим. И он через какое-то время исчезает. То есть он не дожидается, пока мы его смываем. Он очень быстро исчезает. Но можно сделать разметку на ближайшие 2-3 квадратика. То есть вот сели вышивать, разметили и вышиваем. Но опять же, если мне будет неудобно, то я возьму другой маркер. И поставлю себе крестики или точечки. Потому что все-таки основа будет зашита. И я не думаю, что основа будет просвечивать. Я все-таки думаю, что бисеринки настолько плотно лягут на канву 14-го каунта, что просвечивать ничего не будет. Я уже вышивала много раз на бисером. И у меня нигде не было, чтобы просвечивала основу. Поэтому буду вышивать белыми нитками. Ничего менять не буду. Я думаю, нет смысла брать черные нитки. Тем более, что у нас есть белые бисеринки. Вот есть белые, розовые. Есть вот такие желтые прозрачные. Ну, в общем, когда буду вышивать, я вам покажу, как все это выглядит. Но я уже видела готовые отшивы по наборам Александра Токаревой. И все нормально было. Поэтому тут меня не смущает, что черный бисер вышивается на белой основе белыми нитками. В комплекте три катушки и нитковдеватель. Очень люблю вот такие нитковдеватели. Кстати, их надолго хватает. Вот именно вот таких пластмассовых. Не металлических, а вот таких пластмассовых. Это мои самые любимые нитковдеватели. Здесь как раз он идет в комплекте. Сейчас посмотрим, какие ниточки. У меня нитки вот такие на больших катушках. Я уже показывала. Написано 50 номер. Раньше они назывались армированные. Сейчас это обычные швейные нитки. Вот здесь написано 45. Да, ну 45-50. В принципе, разницы нет особой в толщине. Нитки прочные. Вот видите, меня спрашивали, что такое армированные. Но это раньше так они назывались. Я в своих видео часто говорю. Это нитки, вот видите, которые не рвутся. Есть швейные нитки в магазине продают. Вы вот так их потянете, и нитка рвется. А эта нитка не рвется. Ее руками невозможно порвать. Я не знаю, как она сейчас называется. Кто знает, напишите в комментариях. Но я по старинке их называю армированные. Вот эти нитки. Они достаточно тонкие. Вышивать я люблю в две нити. Хотя рекомендуют многие вышивать в одну нить. Но я по привычке вышиваю вдвое. Складываю и в две нитки вышиваю. Я не люблю мононить. Вышиваю именно вот этими нитками. И как раз они вот идут в комплекте. Что тоже классно. Если у кого-то нет таких ниток, не нужно искать. Все уже в комплекте есть. И еще, что меня удивило в этом наборе, это наличие органайзеров. Вы посмотрите, какое количество органайзеров в этом наборе. Причем они уже подписаны. То есть нужно взять бисер и насыпать вот сюда в коробочке по номерам. Обычно мы это делаем сами. Подписываем номера. А здесь уже все подписано. Это классно. Такие органайзеры я вижу впервые. А вот эта ячейка большая, больше. А вот эта ячейка поменьше. Но какой главный критерий у меня вот по таким органайзерам? У меня уже есть они разные. Но не все они удобные. И вот я сейчас обратила внимание, когда мы его открываем, крышечка открывается до конца. Я очень люблю органайзеры, когда мы вот так берем и вот постоянно вот так вот палец цепляется. То есть вот тут даже палец бывает поцарапанный вот из-за вот этой вот защелки. А здесь, видите, до конца открывается. Вот это меня порадовало, что вот можно брать, открыть до конца. И вот здесь идет вот такой угол. Не прямой, а скошенный. То есть очень удобно брать бисеринку. Можно брать бисеринку рукой и одевать на иголочку. Многие любят подцеплять иголочкой, да, бисеринку. Но я одно время постоянно вышивала вот так. Я брала рукой. То есть левой рукой беру бисеринку, в правой руке у меня игла. Я пока еще не знаю, как я организую набор с таким большим количеством бисера. Многие из девочек вышивают на станке. У меня на станке натянут снежный барс от Dimensions. Но у меня есть еще одна рама. Вот не знаю, захочу ли я менять рамы. Пока начну так, на руках. Вот я точно знаю, что я вот сюда насыплю бисер и начну вышивать на руках. А потом уже, когда вышью небольшой участок, я сделаю вам отчет и скажу, как мне было вышивать удобнее. То есть сейчас заранее все равно невозможно сказать, потому что такую огромную масштабную работу бисером я еще не вышивала. У меня были небольшие сюжеты и все были у меня принтованные. То есть схема была нанесена на канву. А вот такой набор я буду вышивать первый раз. И смотрите, что интересно, я не сразу заметила, что внутри катушки иголочки. Когда я уже сняла обзор на этот набор, я начала смотреть, где же иголки. Они обязательно должны быть в наборе. Конечно же, они есть. Здесь их три штуки. И они вот так вот были спрятаны в катушечку. Здесь такая пробка. И в комплекте идут три иголочки для бисера. Иголочки достаточно длинные. Кстати, длинными иголочками вышивать намного удобнее, чем короткими. Ну, во всяком случае, мне так удобно. На этом я заканчиваю свой обзор. Подробности будут в следующих видео. Большое спасибо вам за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...